В Кумертау, хоть и с задержкой, на неделю, в отличие от всей России, состоялся зимний праздник Лыжня России 2017. И это несмотря на разыгравшуюся метель. Любителей лыжного спорта ни погода не испугала. Соревнования собрали многочисленных участников. И это был, пожалуй, самый массовый старт за весь лыжный сезон. Не всем городам доверяется проводить Лыжню России. В нашем городе она традиционно проходит. И в этом году, несмотря на переносы, несмотря на снежную погоду, с первого взгляда можно увидеть, что более 300 участников наших кумертаусов пришли на Лыжню России. И это действительно праздник. Видно, что люди и дети особенно с удовольствием соревнуются. Всем успехов хочется пожелать и крепкого здоровья. В соревнованиях могли принять участие все желающие. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Они показывают пример активного и здорового образа жизни молодым. Я сама работаю преподавателем физкультуры. И лыжи мне нравятся, люблю лыжи. И пропагандирую. Хочу, чтобы все, как можно больше людей каталось на лыжах. Соревнования проходили в пяти возрастных категориях, для каждой из которых своя дистанция. Самые младшие участники – дети дошкольного возраста. Самому старшему участнику 75 лет. Высокую активность в этот день проявили учащиеся образовательных учреждений. Трасса сложная, признаются они. Этому способствовал сильный снегопад. Было очень классно. Но, правда, лыжня была плохая немного. Понравилось. Снега было много. Поэтому было немного тяжело ехать. Дети от 6 до 12 лет на одной дистанции. Шестилетний Рафаэл Туников достойно прошел эти два километра со сложными подъемами и спусками. Помогла подготовка в лыжной секции, говорит он. Поддержать юного спортсмена пришел его отец. Ну, волновался. Тоже переживал. Думаю, в город не сможет. Не знаю, вот смог. И ничего. Сами бы рады даже этому. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие пропаганды физической культуры и спорта среди населения. В массовом мероприятии, по уточненным данным, приняло участие более 500 человек. Победители получили трофейные шапочки с надписью «Лыжня России» и почетные грамоты.